Один из трех кандидатов на пост президента Российского футбольного союза Олеша Раминов рассказал о своей программе. Одним из ее основных пунктов является создание в России крупных центров подготовки футболистов и тренеров, которые делятся на три категории – региональные, межрегиональные и национальные. Все сборные готовятся на неприспособленных базах и пансионатах. У нас нет комплекса научной группы, у нас нет единого медико-восстановительного центра. И Российский футбольный союз ежегодно тратит порядка 13 миллионов евро на подготовку всех сборных команд, а сборная России готовится сегодня в пятизвездных отелях, не имея эффективного центра подготовки для учебно-тренировочных сборов. Мы сегодня имеем программу, фактически программу одной персоны – Виталия Леонидовича Муткур, который предусматривает только 520 футбольных полей и 7 манежей. И если проанализировать технические требования к региональным центрам по всем его видам деятельности, то, соответственно, мы никогда не построим эти центры, потому что технические требования не увязаны с приоритетными проектами развития футбола. Мы обращались непосредственно в 2008 году в правительство за подписью наших известных тренеров и членов комитета, чтобы наши замечания были выслушаны и учтены. Однако полное мы получили игнорирование этого вопроса. И на сегодняшний день при 19 миллиардах мы сегодня имеем только 520 полей. Все. Причем эти поля будут стелиться на тех же непрофильных детско-юношеских школах Министерства образования. И Российский футбольный союз и члены Российского футбольного союза региональной федерации никак не влияют на этот процесс. Недоволен Аминов и тем, как прошлое руководство РФС боролось с коррупцией в футболе. Коррупция за последний год у нас скорее увеличилась, чем уменьшилась. Отмывание денег на покупки игроков, договорные игры, они очевидны. И сегодня, к сожалению, Российский футбольный союз отделывается непосредственно стандартными высказываниями, что нет доказательств и нет коррупции. Провальным кандидат в президенты оценивает и сотрудничество РФС с главным тренером сборной Гуссом Хиддингом. Мы имеем поражение не на футбольном поле, а прежде всего провалы российской футбольной стратегии, в основном определявшиеся маршалом Мутко и генералом Хиддингом. Не могу согласиться с теми определениями Хиддинга, что это марионетка Абрамовича, но я могу сказать одно, что это абсолютно не самостоятельная фигура. РФС для него это вторичие. Главное, это основной источник финансирования друг Рома Абрамовича. Что же касается шансов на победу, то несмотря на уверенность большинства в том, что ее одержит Сергей Фурсенко, Аминов имеет значительное число единомышленников среди членов РФС. Поверьте мне, когда общаешься непосредственно с членами Российского футбольного союза, региональными федерациями, которые приедут сюда, и это их личные права, они тайно проголосуют и никто им не указывает. Во всяком случае, в тех регионах, где я был и когда я разговаривал о тех проблемах и о тех проектах развития игры с непосредственными руководителями федерации, то я находил общий язык и общее понимание, мировоззрение по тем проблемам и путям выхода из кризиса по развитию игры. Это мое мнение.